Для Марии Паршиной и ее дочери Елены мечта переехать жить в Самару в 2010 году обернулась настоящей трагедией. Семья осталась без сбережений и крыши над головой. Строительство дома, квартиру в котором приобрела Мария, вложив туда все деньги от продажи единственного жилья в Дзержинске, прекратилось. Застройщика признали банкротом, а семья Марии в числе других 373 семей, которые также вложили свои средства в долевое строительство многоэтажки, обрели статус обманутых дольщиков. Когда продала я квартиру и вложилась в эту новостройку, я потеряла все. И деньги, и жилье, и стала скитаться по родственникам. Бывшие соседи приютили, полгода у них жила. В общем, жила где попала и как попала. Дочь Марии Елена за эти годы перебралась в Самару. В последнее время Мария жила у нее. Елена рада, что теперь у матери будет своя жилплощадь. 28 декабря 2023 года дом сдали в эксплуатацию. Конечно, эмоции самые положительные, самые радостные. Очень рада, что получим ключи. По словам главы региона, этот объект был одним из самых сложных и финансово емких. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина поздравили дольщиков. Им торжественно вручили ключи от квартир. За последние годы в регионе были решены проблемы 8 тысяч обманутых дольщиков. В большей степени этому помогло решение президента Владимира Путина. О помощи обманутым дольщикам по всей стране. Скажу, что, наверное, половину бы объектов мы бы не решили без прямой поддержки президента страны. По словам губернатора, на сегодняшний день ни одного объекта из Самарской области в Федеральном реестре проблемных долевок нет. Галина Топилина, События.